Суперджет. Не приносит прибыли. ВПК. Нейм. Лайнер. Сакхой Суперджет. Стоисточник. Википедия.орг. Выручка Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК, по итогам 2014 года увеличилась на 34%, с 220 миллиардов до 294,5 миллиарда рублей, следует из годового отчета компании по стандартам МСФО. Рост показателя корпорация объясняет увеличением поставок воздушных судов военной авиации для Минобороны, а также наращиванием доходов от модернизации капитального ремонта техники для военного ведомства России. В 2014 году Минобороны получила АТАК-102 самолета против 54 единиц в 2013 году. За счет ремонтно-сервисных работ, которые выполняются на 15 авиаремонтных заводах ОАК, корпорации удалось получить выручку в 35 миллиардах рублей. В целом количество поставленных воздушных судов увеличилось до 159 штук, в основном за счет военных самолетов. В 2014 году заказчикам было передано 27 самолетов. Сакхой Суперджет. 100. ССЧ. 100. 9 из которых пошли на экспорт. Позитивную динамику продемонстрировал и показатель EBITDA, который подскочил на 45%. С 16,5 миллиарда до 23,9 миллиарда рублей в 2014 году, ориентабельность по EBITDA превысила 8%. Операционная прибыль тоже показала стремительный рост и составила 4,2 миллиарда рублей против 1,135 миллиарда годом ранее. В прошлом году корпорация смогла уменьшить чистый долг на 30 миллионов рублей, до 890 миллионов рублей. Выйти из зоны убыточности, однако, ОАК не удалось. Чистый долг компании в 2014 году вырос на 1,1%, до 13,654 миллиарда рублей. Причину этого несколько. Во-первых, на инвестиционные программы по модернизации этих перевооружению корпорация потратила 22 миллиарда рублей. Во-вторых, почти 23 миллиарда рублей компания направила на выплату процентных расходов по кредитам. Тогда как на эти цели в 2013 году было потрачено 17 миллиардов рублей. В-третьих, негативное влияние на итоговые результаты оказали отрицательные курсовые разницы, которые причинили убытки на 3 миллиарда рублей. В 2013 году из-за курсовых разниц корпорация потеряла столько же. Получили убытки и основные дочерние компании ОАК, кроме корпорации Иркут, которая, хоть и ухудшила свои показатели почти в 15 раз, все же смогла завершить 2014 год с прибылью в 72 миллионах рублей. Против 1,49 миллиарда рублей в 2013 году продолжает генерировать убытки и основное гражданское авиационное крыло ОАК, компания ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», дочернее предприятие компании «Сухой» совместно с итальянской. Убытки ГСС по итогам 2014 года выросли на 31,5%, до 9,219 миллиарда рублей военное крыло ОАК, пала компания «Сухой», производящая и обслуживающая истребители модельного ряда «Суйбе», продемонстрировала рост убытков в 4,4 раза, до 1,118 миллиарда рублей. Производитель вертолетов, компания РСК «Миг» закончила 2014 год с убытками в размере 13,956 миллиарда рублей, что в 3,7 раза больше показателя за 2013 год. В текущем году российское правительство приняло решение докапитализировать уставный капитал ОАК на 100 миллиардов рублей, взяв эти средства из триллиона рублей, которые ранее планировалось потратить на поддержание банковского сектора. Увеличение уставного капитала ОАК будет осуществлено путем передачи и облигаций федерального займа, ОВС. Эти средства пойдут в первую очередь на реструктуризацию задолженности ГСС. Помимо этого, компания «Сухой» получит газгарантии на 600 миллионов долларов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь идет о господдержке проекта ближнемагистрального пассажирского самолета «Сакхой Суперджет-100». ССЧ-100. Поддерживать военное и авиационное строительство российские власти будут путем увеличения заказов на производство и техническое обслуживание. На ближайшие годы приходится пик поставок для Минобороны в рамках гособоронзаказа, пояснил газете. Глава авиационного портала «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, финансовые результаты ОАК, демонстрирующие резкий рост поставок военной техники Министерству обороны, были вполне ожидаемы. Что касается сервисных и ремонтных работ, то эти работы увеличились во многом благодаря интеграции в ОАК ряда авиаремонтных предприятий, отмечает Пантелеев. Елена Платонова 20 апреля 2015 года. Права на данный материал принадлежат газета. Ре.